Представьте, что вы заказываете дом так же легко, как печатаете документ, только вместо бумаги, бетон, а вместо нескольких недель работы всего один день. Да, это не фантастика. Уже сегодня трехмерные принтеры строят дома быстрее, дешевле и прочнее, чем традиционные методы. Как это работает? Гигантский робот выдавливает специальную строительную смесь слой за слоем, буквально рисуя стены дома. В среднем на это уходит от 12 до 24 часов. Затем добавляют окна, крышу, коммуникации и все. Дом готов. Главные преимущества – скорость, экономия и прочность. Впервые технологию опробовали в Китае и США, а теперь такие дома строят в Европе, России, ОАЭ и даже в Африке. Особенно это полезно для быстрого жилья после катастроф или для дешевых домов для бедных семей. Но это только начало. В будущем трехмерные принтеры смогут строить целые небоскребы, космические станции и даже города на Марсе. Самовосстанавливающийся бетон Бетон – основа всего. Без него не было бы городов, мостов и небоскребов. Но у него есть слабое место – трещины. Маленькая трещина превращается в большую и через несколько лет здание может просто рухнуть. Но представьте себе бетон, который заживляет себя сам. Никаких трещин, никакого ремонта, никаких миллиардных трат на восстановление дорог и зданий. Эта технология основана на бактериях, которые живут в бетоне. Как только в стене появляется трещина и в нее попадает вода, бактерии активируются и выделяют кольцы – вещество, которое буквально заполняет пустоту и лечит бетон. В будущем этот бетон станет стандартом. Представьте себе города, в которых никогда не бывает разрушенных зданий. Звучит как фантастика, но это уже реальность. Строительство – это опасная и тяжелая работа. Но теперь вместо людей все чаще работают роботы. Они не устают, не делают ошибок и могут строить в три раза быстрее. Например, в Японии тестируют гуманоидных роботов, которые кладут кирпичи, устанавливают балки и даже сваривают металл. В США роботы строят модульные дома, а в Китае поднимают целые здания без единого человека на площадке. Но есть и минусы. Если роботы будут строить все, куда деваться рабочим? Уже сейчас профессия строителя становится менее востребованной. А что будет через 10 лет? Возможно, строители будущего – это инженеры, которые будут управлять армией роботов. Деревянные небоскребы Звучит безумно, правда? Деревок – это же хрупкий и горючий материал. Но новые технологии обработки делают его прочнее стали и устойчивее бетона. Сегодня строят небоскребы из дерева высотой более 30 этажей. В чем их секрет? Композитные материалы дерево прессуют, пропитывают специальными веществами и делают суперпрочным. Экологичность – деревянные здания в два раза уменьшают углеродный след. Красота – теплый, уютный интерьер вместо холодного бетона. Такие небоскребы уже строят в Норвегии, Канаде, Японии и США. В будущем города станут деревянными, а бетон и сталь уйдут в прошлое. Графен в строительстве Графен – это чудо-материал, который в 200 раз прочнее стали и при этом легче бумаги. Ученые говорят, что он изменит все – от электроники до космических кораблей. Но почему он важен для строительства? Стены из графена в 5 раз легче и в 10 раз прочнее, чем бетон. Антикоррозийные покрытия, мосты и дома не ржавеют. От самозаряжающейся крыши, графен проводит электричество и может заменить солнечные панели. Пока графен дорогой, но ученые уже разрабатывают способы удешевления. В ближайшие 10 лет здания станут в разы прочнее, легче и умнее благодаря этому материалу. Гидрофобные материалы Представьте себе здание, которое никогда не промокает. Дождь стекает с него, как с перьев утки. Стены остаются чистыми, а фасад – как новый, даже спустя десятки лет. Это возможно благодаря гидрофобным материалам. Такие покрытия уже используют на мостах, небоскребах и памятниках. Они не только отталкивают воду, но и защищают поверхность от грязи, плесени и коррозии. Это значит, что здания дольше сохраняют свою прочность, а владельцы экономят миллионы долларов на ремонте. Но что самое интересное, ученые разрабатывают самоочищающиеся стены, которые могут полностью избавить города от грязных фасадов. Представьте себе Нью-Йорк или Лондон, где дома всегда выглядят так, будто их только что построили. Будущее уже рядом, и скоро гидрофобные материалы станут стандартом для всех зданий. Ветряные фасады Что если здание не просто потребляет энергию, а само ее вырабатывает? Современные технологии позволяют превращать обычные стены в настоящие электростанции. Инженеры разработали фасады, которые улавливают ветер и преобразуют его в электричество. Специальные микротурбины устанавливаются прямо на стенах или в зазорах между панелями. Даже слабый ветер приводит их в движение, а энергия поступает в здание. Сейчас такие технологии тестируют в Дубае и Токио. В будущем это может полностью изменить города. Здания станут автономными, а счета за электричество исчезнут. Возможно, когда-нибудь даже обычные жилые дома будут питать себя сами без помощи электростанций. Стеклянные солнечные панели Обычные солнечные батареи – это большие черные панели, которые портят внешний вид зданий. Но что, если энергия будет поступать прямо через окна? Современные инженеры уже создали прозрачные солнечные панели. Они выглядят как обычное стекло, но способны вырабатывать электричество. Весь секрет в наночастицах, которые пропускают свет, но преобразуют его в энергию. Такие окна уже тестируют в небоскребах Нью-Йорка и Шанхая. В будущем они смогут полностью заменить традиционные солнечные панели, и каждое окно в доме будет приносить электроэнергию. Это значит, что здания смогут обеспечивать себя энергией без проводов и дополнительных установок. Представьте себе мир, где каждый дом – это маленькая электростанция. Эта технология может перевернуть всю энергетическую отрасль. Голографические проекции в проектировании строительства начинается с чертежей. Раньше архитекторы использовали бумагу, потом компьютерные модели. Но теперь инженеры создают здания прямо в воздухе с помощью голограмм. Современные голографические технологии позволяют увидеть будущее здания в реальном пространстве. Архитектор может буквально зайти внутрь проекта, изменить планировку или проверить, как будет выглядеть каждая деталь. Это не просто удобно, а экономит миллионы долларов. Ошибки можно обнаружить еще до начала строительства. Проекты создаются быстрее, а здания – точнее. В будущем эта технология может заменить традиционные архитектурные модели. Возможно, даже обычные люди смогут примерять дизайн своей квартиры в режиме реального времени. Дроны на стройке Беспилотники уже давно используются в военной сфере, но теперь они становятся неотъемлемой частью строительства. Дроны способны за считанные минуты провести обследование стройплощадки, измерить высоту, проверить прочность конструкций и даже отслеживать ошибки. Это ускоряет процесс строительства и делает его безопаснее. Но самое удивительное – дроны уже научились строить. В Лондоне тестируют миниатюрные летающие роботы, которые ткут конструкции наподобие паутины. В будущем такие дроны смогут возводить здания в труднодоступных местах, например, на вершинах гор или в условиях космоса. Мир, где строители заменены беспилотными машинами, уже не кажется фантастикой. Через 10 лет дроны могут полностью изменить всю строительную отрасль. Цифровые двойники зданий Представьте, что можно создать точную цифровую копию здания до его постройки. Это не просто трехмерная модель, а полноценный виртуальный двойник, который реагирует на окружающую среду, прогнозирует поломки и даже подсказывает, какие материалы лучше использовать. Такие технологии уже применяются в строительстве небоскребов и мостов. Они позволяют выявить слабые места конструкции еще до начала работ. Например, если программа показывает, что через 10 лет у моста появятся трещины, инженеры могут заранее усилить его конструкцию. Но самое интересное, цифровые двойники могут использовать искусственный интеллект. Здания смогут разговаривать с инженерами, сообщая о проблемах и даже предлагать решения. В будущем все дома, дороги и мосты будут иметь свои цифровые копии. Полностью изменит подход к строительству и ремонту. Модульное строительство Раньше дома строили годами, но теперь их можно собрать за несколько дней. Все благодаря модульному строительству. Вместо того, чтобы возводить здание прямо на месте, его собирают на заводе. Отдельные модули привозят на стройплощадку и соединяют как детали конструктора. Этот метод уже активно используется в Европе, Китае и США. В Нью-Йорке есть жилые комплексы, собранные из модулей, а в Китае построили гостиницу в 30 этажей всего за 15 дней. В будущем этот метод может полностью заменить традиционное строительство. Дома будут собирать на заводах, а затем просто устанавливать на нужном участке. Это сделает жилье дешевле и доступнее. Термохромные материалы Представьте стены, которые меняют цвет в зависимости от температуры. Летом они становятся светлыми, отражая солнечный свет и охлаждая здания, а зимой темнеют, удерживая тепло. Эти материалы называются термохромными покрытиями, и они могут сэкономить тысячи долларов на отопление и кондиционирование. В лабораториях уже созданы окна, которые затемняются под палящим солнцем и становятся прозрачными в холодную погоду. В будущем такие материалы могут полностью изменить дизайн городов. Представьте дома, которые автоматически подстраиваются под климат, становясь теплее или холоднее без использования электричества. Это настоящий прорыв в энергоэффективности. Аэрогели в утеплении Аэрогели – это материал, который выглядит как дым, но при этом в 100 раз прочнее стали. Он почти невесомый и на 99% состоит из воздуха. Его главная особенность – суперизоляция. Аэрогели способны удерживать тепло лучше любого известного материала. Это значит, что с их помощью можно создавать дома, которые практически не нуждаются в отоплении. Сейчас аэрогели слишком дорогие, но ученые работают над удешевлением технологии. В будущем этот материал сделает дома теплее, легче и долговечнее. Биомиметика в строительстве Природа – лучший архитектор. Ученые все чаще вдохновляются живыми организмами, создавая здания, которые повторяют природные формы и механизмы. Например, в Африке построен небоскреб, который охлаждается так же, как термитник. Он почти не использует кондиционеры, но внутри всегда комфортная температура. Другие здания повторяют структуру ракушек, кораллов и даже паутины. Это делает их прочнее, легче и энергоэффективнее. В будущем биомиметика может изменить весь облик городов. Дома будут строиться по законам природы, а не по традиционным инженерным схемам. Это не просто красиво, но и экономит миллионы на строительстве и обслуживании. Жидкий металл в конструкции Что если здания могли бы изменять свою форму в зависимости от условий? Это уже не фантастика. Ученые разрабатывают жидкий металл, который может адаптироваться под нагрузки и восстанавливать повреждения. Такой металл вдохновлен природой, он ведет себя, как живая ткань. Например, если в стене появляется трещина, жидкий металл сам растекается и заполняет ее, предотвращая разрушение. Сейчас технология тестируется в лабораториях, но в будущем она может изменить весь строительный процесс. Возможно, скоро появятся здания, которые могут самоисцеляться, словно живые организмы. Представьте себе мосты, которые никогда не ломаются, или дома, которые подстраиваются под погоду, изменяя форму и структуру. Это уже не научная фантастика. Это следующий шаг в развитии архитектуры. Умные дороги и мосты Обычные дороги изнашиваются, ломаются и требуют постоянного ремонта. Но новые технологии меняют ситуацию. В Европе уже тестируют автоисцеляющийся асфальт. В него добавляют металлические частицы, которые реагируют на электрический заряд. Когда по дороге пропускают слабый ток, трещины начинают сами затягиваться. Другие разработки – дороги, которые заряжают электромобили на ходу. Под асфальтом размещают специальные катушки, передающие энергию прямо в аккумулятор машин. Мосты тоже становятся умнее. В струкции встраивают датчики, которые предупреждают об опасных нагрузках, чтобы избежать обрушений. В будущем дороги и мосты будут не просто строить. Они будут думать, чувствовать и ремонтировать себя сами. Это сделает путешествие безопаснее и дешевле. Энергоэффективные окна Окна – это слабое место любого здания. Летом они пропускают жару, зимой выпускают тепло. Но новые технологии позволяют сделать стекла умнее. Современные окна могут автоматически затемняться при ярком солнце, уменьшая нагрев помещения. В ночное время они становятся прозрачными, помогая сохранять тепло. Некоторые разработки позволяют окнам генерировать энергию. Они работают как солнечные батареи, но при этом остаются прозрачными. Представьте город, где каждое окно помогает экономить энергию. Это значит, что в будущем можно будет забыть о кондиционерах и огромных счетах за электричество. Строительство с нулевыми отходами Строительство – одна из самых грязных отраслей. Тысячи тонн бетона, металла и дерева каждый год отправляются на свалки. Но новая философия нулевых отходов меняет эту ситуацию. Вместо того, чтобы выбрасывать обрезки материалов, их перерабатывают и используют повторно. Например, в Швеции строят дома из переработанного бетона, а в Японии – из пластика, который раньше был мусором. Другие проекты используют биоматериалы, которые можно компостировать после сноса здания. В будущем каждый дом можно будет разобрать и превратить в новый без вреда для окружающей среды. Это не просто тренд, а необходимость. Города растут, ресурсы заканчиваются, и строительство должно стать экологичным и безотходным. Рециклинг зданий Раньше старые дома просто сносили и отправляли на свалку. Но теперь инженеры научились перерабатывать здания, превращая их в новые стройматериалы. Например, бетон дробят и используют повторно в новых конструкциях. Старые стеклопакеты переплавляют в новые окна. Даже битые кирпичи превращают в декоративные панели. Но самое интересное – это здания, которые можно разбирать и собирать заново. В Голландии уже построены офисы, которые полностью разбираются на модуле. Когда их срок службы заканчивается, их не сносят. Их просто переносят в другое место и собирают заново. В будущем каждая постройка станет конструктором, который можно использовать снова и снова. Это изменит сам принцип строительства. Здания перестанут быть чем-то одноразовым. Живые здания То, если дома могли бы расти, как деревья. Ученые работают над созданием биологических материалов, которые могут сами восстанавливаться и даже увеличиваться в размерах. Одна из самых перспективных технологий – это живые кирпичи. Они сделаны из бактерий и могут заращивать трещины, подобно самовосстанавливающемуся бетону. Но главное – они могут размножаться, что теоретически позволяет зданиям расти. Также исследуется возможность создания домов из грибов. Мицелий – это природный материал, который растет сам и становится невероятно прочным после высыхания. Такие дома смогут самовосстанавливаться и даже залечивать поврежденные стены. Будущее архитектуры может быть не в бетоне и стали, а в живых материалах, которые способны адаптироваться к окружающей среде. Наноматериалы в строительстве Строительные материалы могут стать в тысячи раз прочнее и легче, если изменить их структуру на уровне молекул. Это и есть нанотехнологии. Одна из самых перспективных разработок – это нанотрубки из углерода. Они в 30 раз прочнее стали, но при этом весят в сотни раз меньше. Если заменить традиционные строительные материалы на нанотрубки, можно строить небоскребы высотой в милю без риска обрушения. Другая революция – это нано-покрытия. Они делают материалы водонепроницаемыми, антикоррозийными и даже самоочищающимися. Представьте себе мосты, которые никогда не ржавеют. Или дома, которые не требуют уборки. В будущем наноматериалы могут полностью заменить бетон и сталь, сделав здание легче, прочнее и долговечнее. Самосборные конструкции А что если здания могли бы собираться сами без людей? Ученые уже разрабатывают самосборные конструкции, которые могут складываться как оригами. Один из самых интересных проектов – это материалы с памятью формы. Они способны менять свою структуру при изменении температуры или электрического заряда. Например, дом можно привести в виде компактного контейнера, а затем он разворачивается в полноценное здание за считанные минуты. Другая идея – это магнитные конструкции, которые собираются из модулей, как магнитные кубики. Такие технологии могут использоваться для строительства на Луне и Марсе, где каждая минута работы на поверхности стоит огромных денег. В будущем люди могут вообще перестать строить дома вручную. Здания будут собираться автоматически, без строителей. Традиционные небоскребы – это жесткие конструкции, но что если они могли бы менять форму в зависимости от условий? Инженеры разрабатывают гибкие здания, которые могут изгибаться во время землетрясений, ураганов или даже просто для улучшения аэродинамики. В основе этих конструкций – умные материалы, которые могут растягиваться, сжиматься и даже дышать. Например, стены таких зданий могут открываться, чтобы пропускать больше свежего воздуха в жаркую погоду или сужаться в холодное время года, экономя тепло. Но самая смелая идея – это вращающиеся небоскребы. Уже существуют проекты зданий, где каждый этаж может поворачиваться независимо от других, создавая постоянно меняющийся силуэт. В будущем города станут подвижными, а здания смогут адаптироваться к любым условиям. Космическое строительство Человечество уже задумалось о том, как строить не только на Земле, но и за ее пределами. Первая цель – Луна. НАСА и частные компании разрабатывают технологии трехмерной печати лунных баз, используя местный грунт. Это позволит создать поселения без необходимости привозить материалы с Земли. Следующий шаг – Марс. Ученые предлагают использовать бактерии и грибы, которые смогут выращивать здания прямо на поверхности Красной планеты. А самое амбициозное направление – это орбитальное строительство. В будущем огромные космические станции смогут строиться прямо в космосе с помощью роботов и нанотехнологий. Если человечество хочет стать межпланетным видом, ему придется научиться строить не только на Земле, но и во всей Солнечной системе.